Ни отдыха, ни денег. Больше сотни туристов с билетами в Испанию не смогли улететь сегодня из Жуляна. Авиаперевозчик отказался выполнять рейс, поскольку не получил деньги от туроператора. С представителями и турфирмы пытались связаться сами пассажиры, и агентство-посредники, и наши корреспонденты. Чем все закончилось, узнаем от Юлии Жешко. Мои деньги, мои деньги кто-то решает, мне лететь или не лететь. Утро в аэропорту Жуляны началось со скандала. Больше ста пассажиров возмущены, купленные ими билеты на испанской побережье оказались пустышкой. Туроператор Идриско Тур деньги у клиентов взял, а перелет им не оплатил. Это вдвойне обидно, когда ты, мало того, что тебя на деньги, скажем, обманули, так мало того, что тебе еще лишают отпуска, лишают потраченное время. Ты эти деньги заработал, чтобы потом отдохнуть. Около 3000 долларов в эквиваленте, и должен был длиться 11 дней. Чтобы разобраться в ситуации, в аэропорт съезжаются представители компаний-перевозчиков и турагентств-посредников. К ним у обманутых туристов всего один вопрос. Кто вернет деньги? Ведь потратились не только на авиабилеты, а платили и гостиницы, и трансферы. Я вам могу сказать, что сегодняшний рейс на Тенерифа выполняться не будет. А дальше? Хорошо, не будет. Мы облатили деньги. Что нам делать? Дальше вы можете обращаться за возмещением только к туроператору. Владелец скандальной турфирмы – гражданин Индии. Управляющий директор – его жена. Выяснилось, что у компании миллионные долги. Предоплаты у нас нет. У нас есть долг 4 миллиона 100 тысяч. За 5 дней должны были прийти предоплаты. За 5 дней? То есть вчера еще не было денег? Да, мы им выставили счет. Вчера написали письмо-претензию, отправили с утра. На это никакой реакции не было. Сегодня не приехали. Попросили полететь снова-таки в долг. После нескольких часов ожидания в аэропорту, никто из сотрудников Идриско-тур на связь с пассажирами так и не вышел. В главном офисе фирмы – никого. Офис турфирмы полностью закрыт ролетами. На звонки ни сотрудники, ни гендиректор не отвечают. Однако, по слухам, в здании до сих пор находится вся техника. Вывезти ее планируют по-тихому, ночью. Пообщаться с руководством пришла не только наша съемочная группа. Представители турагентств, чьи клиенты так и не смогли улететь, тоже здесь. Говорят, найти выход на руководство пытались через полицию. Ничего нам не оставалось, как вызвать 102 нашу полицию. Полиция зафиксировала факт того, что невозможно попасть в офис. И поэтому предложили нам приехать, написать заявление. Мы свяжемся со следователем и дальше будут уже сличи идеи. Не на камеру представители турагентств говорят. Идриско-тур должен пассажирам сегодняшних рейсов больше миллиона гривен. Юлия Жешко, Андрей Кузнецов, Полина Спасенко. Подробности телеканал Интер. И буквально только что на сайте туроператора появилось сообщение о том, что с 31 августа заявленные рейсы отменяются. Компания в своих проблемах обвинила недобросовестных партнеров. Каких не уточнила. Туроператор заявил, что собирается судиться. Клиентам посоветовали писать заявление о компенсации и отправлять их на фирму по почте. Пишите письма.